На прямой связи со студией председателя общественного совета при Минэкологии и природных ресурсах Азербайджана Амин Мамедов. Амин Мамедов, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, если говорить вкратце, вот Минсамор это бомба, которая может взорваться практически в любой момент. Станция была построена в 1980 году в особо сейсмическом районе Армении. В настоящее время АЭС не отвечает современным требованиям безопасности. Так почему же МАГАТЭС по пустительствам относится к такой серьезной проблеме? Спасибо большое. Да, действительно, очень важная для региона тема, которую мы, я бы сказал, даже последние несколько десятилетий озвучиваем с разных трибун в международном масштабе, а также региональных мероприятиях такой темы. И в этом смысле мы, как гражданское общество Азербайджана, тоже очень обеспокоены, поскольку нет даже конкретной информации, я бы сказал, данных о том, ведется ли оценка этой атомной станции и на сегодняшний день какой уровень эксплуатации или действительно ли остановлена эксплуатация этой станции и те технологии, которые там на сегодняшний день существуют, то есть они насколько отвечают современным стандартам. С этой точки зрения мы, как представители гражданского общества, сегодня тоже написали открытое письмо руководству МАГАТЭ, а также руководству сегодняшнего саммита Брюсселя, и там мы... это привлечь внимание международного сообщества к этому вопросу, поскольку, как и вы отметили в начале 80-х, была дана до эксплуатации эта станция, и несмотря на то, что уже 40 с лишним лет она существует, то есть нет никакой даже информации, не только представленной азербайджанской стороне, но даже и региональным странам, таким как, допустим, Турция или Грузия или Иран, то есть по поводу состояния этой станции. И также нас беспокоят вопросы трансграничного влияния этой станции, поскольку станция находится на территории, где водные ресурсы не очень-то, как сказать, богатые, и для охлаждения, значит, для функционирования этой станции, для охлаждения там ядерных реакторов, откуда берется вода, то есть потом, как эта вода, как уже использована вода, куда утилизируют они эту воду, и не только воду, вообще жидкие отходы, появляющиеся после функционирования этой станции, то есть мы, поскольку следим за разными деятельностями, разными деятельностями в Армении, включая и горнодобывающие Армении, вблизи границы с Азербайджаном, эксплуатируют также другие, значит, месторождения цветных металлов. И по обязательствам, которые Армения взяла по международным комменциям, не предоставляют никаких отчетов, акцентируют на охлаждающую среду соседним государствам, включая Азербайджан. То есть в этом контексте, учитывая то, что также станция находится сейсмически как бы неустойчивой территорией, то есть сейсмически, я бы сказал, чувствительной территорией, где мы знаем даже последнее землетрясение сильное в 88-м году в Армении, Спитак, который находится тоже недалеко от местонахождения станции. То есть все эти вопросы, как бы, должны найти ответы. И Армения всячески пытается, как сказать, убежать от конкретных ответов. И сама Республика Армении, я даже не уверен, что провела оценку комплексной этой станции. Но я уверен, что они сами тоже знают, что уже все страны берут обязательство перейти на зеленую экономику, зеленую энергетику. И период уже атомных электростанций на будущее не будет возрождаться. Да, действительно, в самой Армении также знают об аварийном состоянии этого Митцаморской АЭС. Какие методы должен использовать Азербайджан и может использовать, чтобы донести всю ту правду, все, что происходит там, то, что вы перечислили выше, донести до мирового сообщества, до МАГАТЭ? И с какими странами нужно сотрудничать именно в этом вопросе, чтобы оказать нужное давление Армении? Да, вы правы. Тут уже на нас возложена ответственность как гражданскому обществу всегда пытаться достучаться до этих твейбун, поскольку когда правительство заявляет по этому поводу, сразу эти вопросы политизировать начинают они. Но когда уже гражданское общество поднимает голос, тут уже мы как неправительственная организация, которые не занимаются какой-либо политически, религиозной или другой деятельностью, это должно восприниматься как объективное мнение и позиция гражданского общества. И в этом смысле, учитывая фактор того, что в 2024 году у нас в Баку будет проведена конференция сторон по борьбе с изменением климата по рамочной конвенции ООН, это мероприятие тоже является очень хорошей трибуной для нас, для гражданского общества, чтобы в разных параллельных сессиях поднимать эти вопросы. Но также, конечно же, не останавливаться этим. И в будущем других мероприятиях, связанных с экологией, с окружающей средой, энергетикой, всегда об этом заявлять и привлечь внимание международных организаций, а также региональных стран. Странно, что на это не реагирует, допустим, Иран или Грузия тоже. То есть они тоже должны изучать этот вопрос немножко глубоко и поддержать такого рода инициативы, которые идут от гражданского общества Азербайджана. И мы будем продолжать всегда писать такого рода открытое письмо и также в мероприятиях различного типа поднимать эти вопросы. Спасибо большое за подключение, за ваши ответы на прямой связи со студией. Был председатель общественного совета премии на экологии и природных ресурсах Азербайджана Амин Мамедов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова